Мы благодарность выражаем Следственному комитету, который возбудил уголовные дела против определенных юристов, я не называю их фамилии, потому что стыдно мне за этих людей, которых будут привлекать к такой же ответственности, как и нас сегодня, наш Следственный комитет. Я очень благодарен Андрею Ивановичу, депутату Калининградской областной дубы, который, невзирая ни на что, в единственном лице нашего государства из депутатского корпуса, который на пролом идет по защите нас всех. Ну, суд состоялся. Нам дали каждому по заслугам. Не по полной, как говорится, но зацепили. Зацепили очень многих литовцев. После 27-го числа я был вынужден отключить все средства связи у себя. Столько звонков. Меня перегрузили одноклассники, где выражали первое – недоумение, сочувствие, сострадание и поддержку. Что людей волнует? Я сейчас кое-что зачитаю. Волнует первое – что Россия опустила голову, постекли сопли и молчит. Никто ничего по-настоящему не говорит. Да, журналисты кое-что сказали. Правда, все в основном в ночное время, когда мы все спим, или на Дальний Восток работали. И то, я вот слушал Соловьева, да, молодец, он там, как говорится, сказал хорошо, но они очень неподготовленные были. Материалы были совсем, ну, не поверхностные. Нету стержня, нету... Почему это все произошло? Ведь 11 марта 90-го года все произошло. Не января 91-го года, а 11 марта. Об этом никто и не говорит. Ведь не только Горбачев виноват в этом был. Прежде всего, виноваты были депутаты Верховного Совета от Литвы. Их там 9 человек. Об этом ни слова никто не говорит. Это были виноваты члены ЦК от Литвы, Компартии Советского Союза. Об этом тоже никто ничего не говорит. И вот, когда мы прибыли, как сейчас говорят, что мы самостоятельно с Головатовым прилетели, бросили свои должности на Байконуре и в государстве у Головатов, в частности, и начали там восстанавливать и поддерживать советскую власть. Да, мы патриоты. Да, мы настоящие люди, которые знаем, что советская власть для Литвы была самой настоящей властью для народа. Повторяю еще раз, как литовец, как человек, родившийся там, как прошедший всю, так называемую, послевоенную авантюристическую деятельность лесных братьев. Это не борцы за свободу. Это люди, которые не успели уехать с фашистами. Они творили такие дела, на моих глазах я видел, как моих соседей топорами разрубали, значит, в целом всю семью 11 человек. И оценка суда никакая. Ну, 10 лет. За что? Я за то, что я организовал какую-то группу, где пытались захватить власть. За то, что я был членом КПСС. Да, я не отрисую, я и сейчас член КПСС. Я люблю свою страну, я люблю партию, я свою родину люблю, никогда не предам. Пусть убивают, если есть за что. Я очень сегодня иногда лежу и думаю, ну, почему я так поступил? Ведь была возможность выдать оружие. Вы не представляете, сколько это было оружие там. Но я вот, два человека сидели, мы с ними общались. Как быть оружием? Ни одного не выдали, кроме секретаря МЦК. С одной стороны, сейчас жалею. До конца концов, как можно так сегодня вести по отношению к России? Люди оскорбляют президента, оскорбляют всех остальных. Что мы ватники, что мы такие-сякие. Какие они сейчас? Литва стонет, Литва плачет, Литва разбегается по западным странам. Жить не за что в Литве. Вот мой брат в Ирландии находится. Бросил семью, бросил все и говорит, да пошла эта страна моя родная, я жить там в ней не хочу, потому что там такой бардак. Так, варьё захватило власть. Люди, попрошайки, как они называют, попрошайку, попрошайка, говорит, всего мира, это Трамп, нам, говорит, нагнали старые танки, старые БТРки, как они называют, которые доехали до стоянки и не могут завести, чтобы пойти на учения. Их с каждого из нас просят 2%, чтобы мы очистили это. Они возмущены этим. Но они возмущены другим обстоятельствам, что никто после этого суда или судилища даже не выступил по-настоящему и не сделал соответствующее заявление. Вот мне сегодня утром прислали. Всех нас очень беспокоит равнодушное отношение в России к приговору, оглашенному судом в Вильнюсе. Удивляет то, что, например, российский МИД не отреагировал даже нотой протеста на отказ в праве присутствовать послу России в Литве на суде во время оглашения приговора российским гражданам. Вопрос очень правильный. Люди это говорят, которые не понимают, почему нельзя послу быть там. Ну, я понимаю, журналисты не могут перевратом и так далее. Нет, посла надо было каким-то образом допустить до этого дела. А для того, чтобы допустить, надо было уважаемому господину Лаврову, наверное, поговорить с кем-нибудь. И, в конце концов, вызвать посла, вручить ноту и так далее. Ничего такого не было. Ну, там Захарова кое-что говорила. Я, правда, не слышал, не могу ничего говорить. Ну, конечно, все говорят, Россия кого-то боится. Или Россия поддерживает Литву из-за того, чтобы там не потерять какие-то свои позиции. Какие там позиции? Ну, там песок, торф. Ну, и железная дорога до Калининграда. Нет там ничего. Так они с этой железной дороги зарабатывают. Они живут здесь. Самая богатая страна в мире, сказочно богатая страна в мире, Россия, боится каких-то, извините за выражение, продажных сволочей, которые сегодня засели в этом самом большом правительстве и готовятся к выборам. Ведь будет так же, через некоторое время, как сегодня в Евросоюзе, матерят по всем правилам украинцев. Они сейчас там разбегаются друг от друга, потому что там они уже надоели всем со своими русоповскими заявлениями. И второе. Дальше. Прошу прощения. Эмоционально я так просто расстроен, что после приговора судьи испугались. Они боятся общественного мнения. Но общественное мнение туда не доходит, к сожалению. Нужно в интернете выкладывать все наши разговоры, все наши предложения. Вот через интернет они читают, они слушают все. Я восхищен выступлением Сергея Алексеевича. Но один к одному, то, что говорят литовцы. Я очень просил бы общественную палату обратиться к союзу международных юристов, к союзу журналистов. Их собрать, может быть, пригласить нас. Но мы покажем, расскажем, как там все начиналось. И пусть они дадут оценку. Ну, прошел проговор. Ну, значит, они там что-то натворили. Они-то не натворили мы ничего. Мы только сегодня задаем вопрос. Почему 37 томов, которых сделали следователи особой важности в Литве, почему их передали прокурору Паулаускасу? На каком основании? Почему из этих дел исчезли показания женщин, которые приходили лично ко мне, Петраускасу, прокурору республики, давали показания, что с их квартир, с их балконов стреляли по толпе, по Головатому? Почему нету показания женщины, которая была возмущена, что тело ее мужа было использовано для того, чтобы потом предъявить, что убили его Головатым или советские солдаты? Эти материалы исчезли, их нету. Мы и не докажем сегодня. Этих людей вызвали, напугали так, что они потом и отказались. Некоторым дали деньги, некоторым дали квартиры и так далее. Они замолчали. Вранья там столько, но, опять же, никто нас не слушает там, да и здесь не очень-то дают высокую оценку. И последнее. Уважаемые члены общественной палаты, уважаемые гости и влиятельные люди. Мы были посланы приказами вышестоящих руководителей для поддержки советской власти слабой республики в Литве. Также наведение конституционного порядка. Уважаемые члены конституционного порядка. Когда я там прибыл, я увидел, что там орудуют американские разведчики и другие лазучики, которые ненавидят советскую власть и Россию. И нас, советских людей, и коммунистов, которые там были. Мы об этом докладывали ежедневно. Я докладывал два раза в день. Лично Язову, Крючкову и Горбачеву. Сегодня могу открыто говорить. Да, собирали данные, собирали факты, примеры, фотографии. Посылали, и они все знали. Мы предлагали конкретные меры. Что нужно делать, когда, что и так далее. Мы не просили войска, я вам откровенно скажу. Но было принято решение. Я лично поддержал. Может быть, они учуют и начнут, как говорится, разбегаться. Да, начали разбегаться. Лансбергис первый раздал по три оклада и сказал, разбегайтесь. Премьер-министр мы искали неделю через определенное время. Эти люди, которые приехали вместе с Головатовым, это люди высокого государственного долга и порядочности. Они прилетели не по своему желанию, а по приказу своего руководителя. И когда я беседовал с этими людьми, я был поражен, с какой ответственностью они идут на выполнение задачи особой государственной важности. Сохранение в Литве советской власти. Они не захватывали, как некоторые говорят, что у нас все захватили объект. Нет, они очистили объекты, которые украла часть литовского государства от советской власти и оттуда несли всякую пасть. Да, еще не было литовского государства. Ну, литовской республики. Не придирайтесь, товарищи. Да, да, да. Они несли против советской власти всю неправду. Они объявили, не подчиняйтесь советским вооруженным силам, не ходите в армию и так далее. Они заблокировали весь призыв. Головатов выполнил поставленную боевую задачу. Успешно и эффективно. Но предательство было, к сожалению, выше в нашей стране. Мы проиграли. Но почему наши руководители, ну пусть даже сегодняшние руководители, не могут сделать оценку деятельности Головатова? Я считаю, что он заслуживает серьезного поощрения, награды за выполненную боевую задачу. Когда люди шли, значит, ну осталось там полчаса до начала операции, я спрашиваю, ну что вы ребята так оделись, так от вас только один, значит, вид страх наводят. Говорит, ты знаешь, генерал, страшно, но мы идем и не знаем, вернемся мы обратно или нет. Вот с этим настроением эти люди сегодня выполняют боевую задачу. И когда я сегодня прочитал заявление и возмущение Шойгу о том, что офицер, погибший в Сирии, его жена не получает пенсию, и она эту пенсию выбивает через суды, и не вопросов больше, чем ответ. Правда, там Шойгу сегодня заявил, что всех военкоматовских работников проверить, и почему так получается, что люди воюют, люди выполняют задачу, а государство за это им даже и спасибо не говорит. Так вот я все-таки обращаюсь второй раз на таком совещании, дайте оценку этим военным людям, они шли, и к примеру последуют многие сегодняшние офицеры, наградите их. Им не нужна, не нужен орден, медаль там, им нужна оценка. И если это будет опубликовано, я вам скажу, это будет здорово со стороны не только общественной палаты, а со стороны всего общества, да. Наши люди, Следственный комитет, определили, что мы не виноваты, за работу каждый из них получил благодарность, орден, медаль и так далее. Вот это было бы здорово. Журналистами надо попросить, что это будет. А репутационный рывок будет в России, кстати. Это будет учебный процесс. Спасибо за внимание, извините. Продолжение следует...